Я как-то зависть, у меня как-то она не была актуальна в голове вот эта идея, но я очень вижу вот что происходит. Вот при переезде оттуда сюда, например, вот у нас в семье, у жены, у меня. У нас, например, очень четко отпал комплекс, который был там и которого нет тут. Вот там мы знали, что вот тот талант, вот то, что нам сверху дано в жизни, мы не сможем реализовать то, что нам не дадут. То есть вот мы не сможем стать теми, кем должны были бы могли бы стать, потому что нам не дадут. Кто не даст, что не даст, система, общество, начальник там, еще кто-то, антисемит, я не знаю, нам не дадут. Здесь у нас такого нет, здесь мы знаем, что все, что мы в состоянии, мы все сделаем. Но есть масса людей, которые попав сюда, ты начинаешь с ними разговаривать, и они находятся в центре заговора. Да. Все против них. Ну, конечно. Вот этот вовремя не поддержал, тот где-то не сказал, эти, значит, там неправильно голоса подсчитывают, вот те там, скажем, русские врачи, они там, я не знаю, что они там берут больше денег за большее количество приемов, а вот эти делают анализы, которые могли бы и не делать, они никому не нужны. Все что угодно, любая вот такая вещь, раз идет через призму того, что его не пустили, ему не дали какие-то силы. То есть ты не можешь реализоваться, вот этот, как бы, квест, да, о котором мы говорили. Да, да. А завистью это как-то связано? Так это и есть социальное иждивенчество в чистую. То есть социальное иждивенчество. То есть мне не дадали. Ну, конечно же, то есть это постоянный перевод стрелок на кого-то. И ведь вот это социальное иждивенчество, почему оно еще формировалось активно в Советском Союзе, всегда было, было на кого перевести стрелку. Вот они виноваты. Сама система работала таким образом. Да. Именно потому, что возможности не оно, возможности внешних. Мы все время были в такой иллюзии, что проблема не в нас, а в них. Вот кроме, кроме соседа или там кого-то там, ну, я не знаю, кого мы глазами видим. Вот сегодня кто, кто главные враги? И за кого все проблемы? А в том-то все и дело. Нет, ну понятно, что главный враг это Америка. Ну, не Израиль. Уже не Израиль. Нет, ну ты, да нет, нет, сейчас не Израиль. Нет, ну разумеется, Америка. Разумеется, опять же, какие-то там мировые заговоры и так далее, и так далее. Естественно, либералы, которые все нагадили. Естественно, Ельцин виноват. Естественно, Горбачев виноват. Опять же, вот сама примитивность вот этих мифологических схем очень показательна. Потому что они, конечно, абсолютно бессодержательны. И человек не думает, а почему это так. Нужны вот эти какие-то точки, на которые можно было бы указывать, что враг есть. Это как мышление первобытного человека. Но Путин-то не виноват? Путин не виноват, он святой. А чего же Ельцин виноват? А потому что Ельцин, потому что икона не может, Господь Бог не может быть виноват. Должна быть одна ясная точка абсолютно. То есть, на самом деле, вот это такая бинарная позиция. Есть Бог, условно. Это же оппозиция вообще не связанная с Путиным. Это некая такая базовая структура мышления. А Медведев виноват, что вот экономика ухудшается? А все остальные виноваты. То есть, есть ясная картина. Разумеется. Есть Господь Бог, который все делает правильно. В принципе, у него чистые замыслы, у него помыслы и так далее, и так далее. И есть реальность, которая вся сопротивляется вот этому божественному замыслу. Она вся плохая. Она прогнившая в разной степени. И вопрос не в том, что... Это не вопрос про реального Путина. Это вопрос про то, что Путин занял место, которое отчаянно было необходимо. Место в красном углу под образами. То есть, есть много-много... Понятно, что человек греховен. Человек наполнен пороками и страстями. Он отравлен дьявольскими силами и так далее, и так далее. А вот тот человек, который вот в этой... Образ великого божественного, он совсем про другое. Это вот как Сталин когда-то был? Ну, разумеется. Так это базовая позиция, которая не Сталину была придумана. Это, что называется, вот то место, которое очень точно и очень удачно занял Сталин. Это как раньше, допустим, государь-император. Ну, конечно же. Ну, разумеется. Он вне критики. Ну, разумеется, разумеется. Он нужен именно в такой роли. Ну, хорошо. Он не подлежит критике. Он абсолютен. Это такая абсолютная фигура. И она абсолютно необходима. И, к сожалению, в советское время сила вот этой мифологической фигуры была значительно увеличена. И поэтому Путин просто занимает место вот этой фигуре. А вот, например… То есть, дело не персонально в Путине. Да, да. Я понял. Есть должность такая. Да. Такой вопрос. Супер. Есть такая должность. Да. Мы в… Ну, мы помним там 60-е, 70-е. Мы помним Брежнева хорошо. У Брежнева не было вот статуса непогрешимого. Абсолютно. А кто был тогда… Вот это место кто за ним был? Вот. Не было этого места. Поэтому-то всё её мухнуло. Вот в этом всё и дело. В этом и есть фундаментальная идея базовых духовных стилей. То есть, Хрущёв, разрушив образ Сталина, тем самым посодействовал дальнейшему разрушению. Получается, лишил общества святого. Другое дело, что не Хрущёв разрушил этот образ. Тут вся штука, что данная модель вообще-то может работать в идеале только в том случае, если она непрерывна. То есть, Сталин должен был быть бессмертным. Ну, да. Как Мао Цзэдун. Ну, естественно. Он обязан был быть бессмертным. Потому что это единственная ситуация, в которой бы всё сохранялось. Значит, наиболее разумной системой является монархия. Ну да. Потому что там уже не важно, кто он. Ну, конечно. На нём же корона, эскипетр и держава. Ну, естественно. Но ровно про это наши монархисты и говорят. Что вот так, как бы это вот предел наших духовных скреп, это построение вот этой пирамидальной структуры, в которой вот эта фигура монарха, она передаётся, она абсолютно, это помазанник Божьей. То есть, как в Таиланде вот там. Ну, конечно же, конечно же. Конечно же. Но только не просто символическая фигура, а вот такая вот, ещё и наполненная какими-то деятельностными вещами. А вот с вашей стороны, когда вы смотрите, вот сейчас выборы прошли пару дней назад, вот фигура Трампа, например, она для кого-то в Америке вот примерно такую же роль играет. Вот некий, понимаете, на нём много грехов. Но вот люди, которые за Трампа, не те, которые против Клинтона за него голосуют, а те, которые за него голосуют. Я пытался с некоторыми обсуждать что-то, но вот есть конкретные факты. Ну вот это факт, это факт, ну вот это факт. И они говорят, да это всё ерунда. Они не слышат этого вообще, они не хотят даже смотреть в эту сторону. То есть вы можете сказать, что там, допустим, государь-император согрешил там с Беллашвейкой. Но, ну, почему это ерунде как-то? Понимаете, они этого не слышат. Вот я думаю, вот я вас слушаю, я думаю, что, наверное, у них вот такой вот, у них потребность в таком образе. У меня ощущения нет. Всё-таки в вашем случае история, на мой взгляд, немножко другая. Для меня это такое совершенно игровое сознание. То есть я вижу некоторых игроков, это сознание человека, который напитан литературой и фильмами жанра фэнтези, например. Литературой и фильмами жанра вот каких-то таких совершенно игровых ходов. То есть, а вот попробуем, сыграем в эту игру. На самом деле, жанр фэнтези… Давайте я так немножко в кадр. Да, специфика жанра фэнтези заключается в том, что там всё возможно. Там абсолютно дирациональные какие-то схемы. Интересно попробовать вот этот мир и этот мир. И Трамп предлагает, на мой взгляд, модель такого абсолютно… Он не сам предлагает. Трамп, на мой взгляд, не отдаёт отчёта в том, в какую историю он вляпался. Я пишу прощения в каком-то смысле. Но интуитивно чувствую, да. И теперь придётся за базар от вечера. Конечно. То есть, он поначалу так как бы… Ну да. Будем надеяться. Для меня это был такой совершенно игровой проект. Очень весёлый игровой проект. И человек просто откровенно стебается. И для всех, кто такой был. И люди, на самом деле, играют в эту игру. А вот мы сыграем… А то, что это игра и может иметь какие-то реальные последствия, об этом народ как-то не очень задумывается на самом деле. И, собственно говоря, почему бы не поиграть? А почему бы не поиграть в такую игру? А почему бы не встряхнуться? А почему бы не смешать все карты и не перевернуть карточный стол? Давайте я теперь в другую сторону развернусь. Вот вы, как психолог, работаете с людьми, которые находятся в каких-то пограничных, я не знаю, состояниях, на краю. Пару примеров можно привести? Вот что происходит с человеком? Вот какие симптомы? Например? Не, ну, конкретно… Ну, собственно, главная проблема, с которой сталкивались, это ситуация депрессии, о чём я уже говорил. А просто депрессия? Работу потерял депрессию? Нет, депрессия – это же не просто человек так вот сидит. Депрессия – это такое состояние, когда у человека постепенно угасают вообще любые желания. Когда человек вообще ничего не хочет. Вообще ничего. Вот всё, что он хотел, он не хочет уже совсем ничего. Он не хочет денег, он не хочет жену, не хочет любовницу, не хочет делать карьеру. Ну, женой, я понял, любовниц. Не хочет делать карьеру. Друзья? Да, да, да. Нет, я имел ввиду, не хочет молодую жену, не хочет там яхту, он вообще ничего не хочет. Когда вдруг у него происходит некое полное угасание самих желаний. Это вот проявляется так. Ну, это предельная уже ситуация. И когда, собственно говоря, он может там сидеть целыми днями на стуле, раскачиваться, или там тупо двигать мышкой по экрану, но при этом единственное, идет внутри круг таких мыслей, которые всегда равен самим себе, он никуда не движется. Но он не может, в смысле, велик шанс, что он, допустим, куда-то в самоубийство скачет. Ну, разумеется, конечно. Очень часто выход из этого, это, конечно, самоубийство, ну, разумеется. Склонность к депрессии, или там, скажем, вероятность оказаться в депрессии, имеет генетический какой-то характер? Черт его знает, не знаю. Я в эту сторону не думал и не занимался анализом какой-то генетической предусположенности. Говорят, что вот предусположенность к самоубийству зависит, что там есть генетическая. Я тоже, я занимаюсь практическими вещами, для этого мне не нужно знать, были в роду или не были в роду. Пришел человек, он, вот у него депрессия, я не знаю там из-за чего, накопилась. А что с ним можно сделать? Ну, вот как вытаскивать? Ну, во-первых, когда человек в настоящей клинической депрессии, он не придет. Там уже, на самом деле, такая ситуация, потому что прийти на консультацию, это уже такая... То есть, у него все равно должны быть какие-то зоны, когда там какого-то просветления. Я поэтому могу говорить о человеке, который находится, опять же, на краю реального серьезной депрессии. То есть, у него какие-то депрессивные эффекты происходят, у него там теряется интерес к жизни. Ну, как правило, человек в этой ситуации очень закрыт, и он отодвигает любое консультирование. Тем более, вы же понимаете, не знаю, как в Америке, но у нас в России психологи – это дискредитированная профессия. Чем? Непрофессионализмом. А, окей. У нас гигантское количество наплодилось психологов в девяностые нулевые годы. Ну, с дипломом. Ну, с дипломом, конечно, но это психологи, которым, ну, что называется, на пушечный выстрел подпускать нельзя. Ну, так и врачей таких полно, и математиков, и программистов, ну, что же. Ну, да, но все-таки здесь какая-то особо печальная сложилась история. Ну, достаточно сказать, ну, у нас психологов было, в советское время кот наплакал. Ну, были фундаментальные факультеты. А тут, извините, пожалуйста, наплодили сумасшедшее количество факультетов. Это же еще неприлично было, вот сказать, что ты там пошел к психологу или к терапевту, это вообще кошмар. Ну, да, да, да. Ну, так вот, и реально у нас психолог стал такой вот профессией, ну, такой немножко действительно неприличной. И это имеет основания. Это на самом деле так. И поэтому просто сунуться там к психологу на прием, дай, что дурной, что ли. А вот такой вот мимоходом. Ну, но из рук на руки людей передают. Иногда говорят, надо назвать психологом или кем-то еще. Ну, слушай, попробуй с ним встретиться и с ним попробуй пообщаться. Вот, между делом, расстановки, которые делают, значит, это как бы уважаемая область или это сравнить шарлатанство восприятие публики? Нет, есть вещи раскрученные, на которые идет народ. Но, опять же, для меня все зависит не от направления, а от конкретного человека. Ну, конечно, под именем расстановок могут работать совершенно разные практики. И качественные, и те люди, которые, ой, я прошел там несколько курсов, сейчас я тоже буду это делать. Ну, и тут сразу начинается фальсификация. Я понял. Хорошо, то есть коммерческие компоненты. Да, разумеется, да, конечно, ну, конечно, ну, разумеется, разумеется. Ну, хорошо, пришел человек, он не совсем уже там, поскольку он все-таки пришел, но он как бы хочет помощи. Вот что можно сделать? Ну, вообще, работа психолога состоит в том, чтобы находить такую-то мелкую деталировку. Окей. Вот первое, что я, когда со студентами работаю, первое, что я пытаюсь им объяснить и показать, то, что главное, что психолог, одна из первых вещей, которыми отличается психолог профессиональный от непрофессионального, профессиональный психолог никогда не дает советов. А в чем его работа состоится? Сейчас скажу. Он никогда не дает советов, и у него никогда нет готовых схем для решения ситуации. Вот у меня была такая ситуация, значит, вот сейчас будет по тому же сценарию. Ну, подход-то должен быть общий какой-то? А подход, да. Подход, да. Собственно говоря, психолог занимается какой-то мелкой деталировкой. То есть, как подгонкой подхода к конкретной ситуации? Не думаю, что он подгоняет подход. Ну, мне в данном случае, я же работаю сразу многими какими-то вещами. Ну, я, например, работая с вами, вот, например, если вы ко мне пришли и задаете какие-то вопросы, мне очень важно не то, что вы говорите, вы можете полную пургу, что называется, нести. Но при этом вы эту пургу несете с такими оттенками эмоциональными, или так у вас при этом там моргают глаза в какой-то момент, что я понимаю, что вот в этой точке у вас есть какая-то очень важная, ключевая такая штуковина, за которой можно случиться. Я понял, то есть надо прочесть. Я начинаю вычитывать какие-то микродетали, через которые я начинаю вытаскивать ту проблематику, которая для вас на поверхности не лежит. И в какой-то вот я слушаю, я работаю, задаю какие-то вопросы, а уши все время напряженно слушают. То есть в скайпе, например, вы не возьметесь там с человеком? Обычно я в скайпе работаю после того, как уже живая встреча произошла. Но иногда у меня есть хорошие случаи, но это гораздо сложнее. В общем-то успешные случаи есть, конечно, но это труднее, я не люблю. Но если уже встреча произошла, если уже есть какое-то доверие, я какие-то вещи увидел, подключились. Да, конечно, но все равно по скайпу, если работать, то там требуется хорошее разрешение. Хорошо, и так. Как минимум. Так вот, я работаю с этой микромимикой, с микро какими-то интонациями. И в какой-то момент у меня происходит в голове какой-то щелчок, я начинаю, опа, может быть, вот здесь какая-то штука. Я начинаю зондировать почву, задавать какие-то вопросы. И вдруг я чувствую, да-да-да, здесь есть та зона, с которой можно поработать. То есть какая-то глубинная проблематика, человек об этом даже не подозревает. Я начинаю чуть-чуть это прощупывать, ну, что называется, массировать ее. И в какой-то момент начинается реакция. Опять же, когда начинаешь заниматься массажем вот этих каких-то болевых точек, надо это делать, с одной стороны, это должен быть массаж точечный, а с другой стороны, нужно, чтобы он был не настолько болезнен, чтобы человек сразу закрылся. То есть идет построение вот этого альянса, диалога. То есть как бы надо найти ниточку, чтобы потянуть? Ну да-да-да, причем я не знаю, куда тянуть. И у меня нет какого-то проекта, я не знаю, куда в конце концов мы вырулим. Но я когда вижу вот эти какие-то штуки, я начинаю за них цепляться, и вдруг из них начинаю выстраивать уже какое-то зеркало, в которое человек говорит «Ух ты!». Он сам что-то неожиданное про себя начинает понимать. Причем вот не прямой запрос, с которым он пришел. «Доктор, почему я там с утра до вечера по-черному пью?» Или скажем «Доктор, почему у меня жена сволочь?» Ну, на самом деле там. Или, допустим, «Почему доктор, я вот все время там, скажем…» Ну, не важно там пути всяких. А мы начинаем находить какую-то такую штуковину существенную для него, она такая очень важная, драматичная, еще какие-то. И мы начинаем про нее работать, и вдруг он говорит «Не я ему говорю». Он говорит «Опа, а ведь я что-то про себя понял». «Не я ему сказал». Вот здесь очень важно, что не я ему сказал что-то, не я про него понял, хотя, может быть, что-то про него и понял. Но в какой-то он момент говорит «Стоп, об этом надо подумать». И я даже не знаю, о чем именно. Он может мне об этом не сказать. Но зацепило. Но что-то зацепило. И потом в какой-то момент он мне снова звонит и говорит «Я бы хотел еще чуть-чуть продолжить». И мы так осторожненько, 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 и вдруг вот этот ледокол, этот «Титаник» начинает разворачиваться. Медленно, медленно, медленно. А вот если человек, допустим, в депрессии, но он серьезно, он уже не пришел, он не хочет, дальше что у него? Нет, но у него есть все равно какие-то жизненные зацепки. У него есть какие-то близкие люди, которые мучаются, страдают, которые не знают, что делать. И тогда возможен ход. Но опять же ведь, смотрите, самая главная причина депрессии, но опять же, я сейчас на универсализм перейду, но у всех это по-разному, но все равно, если какое-то обобщение пытаться делать, ну, в общем-то, базовая причина заключается в том, что… Ну, две основных причины. Это не причина, а то, что вот человек отчетливо… То, что в нем что-то есть, что-то в нем происходит в самом, что он сам не понимает. Вот есть что-то, есть какая-то хренотень, которую я не понимаю. Да. И уж тем более, никто из окружающих не понимает. Конечно, да. И я пытаюсь кричать сначала истошным криком, что во мне что-то… Например, я говорю, мне больно. А мне говорят, что тебе больно, у тебя все хорошо, парень. А ты что, с дуба рухнул? Да. У тебя денег кур не клюет, там дом, молодая жена, 10 любовниц. Ты что? Что с тобой? А мне больно. Да. А никто не слышит. Например, а мне страшно. Вот почему-то страшно. Просто вдруг начинается какой-то страх, приливы страха. Ну, не будем называть это паническими атаками. Но просто… Или, например, вдруг на человека, он там бизнес-империю построил. Он чувствует, что у него дикая неуверенность перед жизнью. Бывает, временами нахлынет что-нибудь. Ну, конечно же. И он пытается об этом сказать. Он говорит, слушай, ты придуриваешься. Вообще, надо сказать… Что за чушь? Надо сказать, вот из моего опыта, мне все-таки уже 60 лет, и я много в чем участвовал, но я могу сказать, что попытка сказать, что что-то происходит даже самым близким людям… Да. Она приводит к непониманию. И там, говорит, не выдумывай. Ну, конечно же. Ну, ты сам себе внушил. Абсолютно верно. Вот эти… Всем бы твои проблемы. Да, да, да. Это стандартные отмазки. И когда человек снова и снова… Вот он пытается это начать, он по-честному пытается сказать, ребят, что-то не то, какая-то хренотень, я не могу про нее ничего сказать. Да. А ему говорят, слушай, забей. Угу. И когда он снова и снова натыкается на то, что нет вокруг никого, кто готов хотя бы чуть-чуть это услышать, у которого есть слух, способный это услышать. Угу. А у всех есть готовая схема. Он идет к психологу. Угу. А у психолога тоже готовая схема. У как бы психолога. Угу. Психологу. Ну, вот надо сделать то-то, то-то и то-то и то-то. На самом деле, иногда просто, чтобы послушал кто-то уже большое дело. Не просто послушал, чтобы услышал. Услышал, услышал. Потому что вот это самое важное. Конечно, услышал. Потому что рассказать-то я могу, но когда человек смотрит с какой-то затаённой иронией. Нет, именно талант. Я хочу сказать, однажды мы с девочкой одной учились в институте, она жила там под Москвой в Загорске. И как-то, что-то мы поехали в Загорск, пошли к ней в гости тоже. И она, ну там что-то на стол поставила. И она сама не ела, значит, там мы там, вот с женой, значит, мы там закусывали. И она смотрела, как мы едим. Она так смотрела, как мы едим. Я до сих пор помню, вот прошло там, не знаю, сорок лет прошло, никто никогда в жизни не смотрел вот так, вот так. Вот как я там просто что-то ел. То есть это было такое, ну я не знаю, в ресторане такого не купишь. Понимаешь? И там, ну нет, ну вот. То есть есть люди, у которых невероятный талант, просто сидеть рядом и смотреть. Или, например, слушать. Они слушают так, что действительно что-то выпадет от него. Ну вот, а если при этом я, находясь рядом, кроме всего прочего, вдруг по чуть-чуть, вот так вот я нащупываю эти вещи, и чуть-чуть начинаю про это говорить. Я начинаю что-то озвучивать. Причем я начинаю озвучивать очень-очень осторожно. Человек говорит, да, наверное, так. Ух ты. Я нахожу язык, потому что переживаниями им все наполнены, чувства есть. У нас нет для этого языка. Мы без языки. Что нормально, в принципе. Ну что нормально, но иногда, вот когда мы снова и снова упираемся в то, что нас никто нифига не слышит, мы понимаем, что вот этот язык, с помощью которого можно было бы услышать, был бы неплох. И когда-нибудь находится рядом человек, который дает какие-то слова, какие-то фразы, через которые человек, да, пожалуй, это так. Слушай, я начинаю понимать, что со мной происходит. Вы знаете, что я подумал, слушая вас? Несколько месяцев назад я читал выступление, есть такой очень известный человек, фамилия Блумберг. Он был мэром Нью-Йорка, он финансовой такой империи, заворачивает. И вот есть сайт Bloomberg.com, есть телевизионные каналы, на месте я тоже смотрю. И вот Блумберг выступал в Чикаго перед выпускниками университета. Ну это вот когда там они заканчивали, там полгода назад. И это удивительная речь. И он им, да, ну вот идея там, которая там была, там очень интересная, очень интересная речь. Но он там сказал, что вот сейчас социальные, средства массовой информации, не так, социальные сети, социальные сети, такое общество, что людям не нужно друг другом разговаривать. Они находят социальные сети себе подобные. И они замыкаются в той информации, которую им приятно слышать. И они не могут и не хотят разговаривать, общаться, слушать других людей, которые с другой, может быть, точкой зрения. У них нет коммунитета, вот эта линия, она прервана. И я вот сейчас смотрю на выборы, которые сейчас произошли. Вот эта поляризация в обществе, когда вот одни вот так, а другие вот так, и никто не слышит друг друга. То есть если бы они хоть как-то сели послушать, то, может быть, наверное, мы бы как-то в другом обществе жили. А вот эта поляризация, она накапливается. Я здесь уже там четверть века, и я могу сказать, что все больше и больше этой поляризации. То есть если, когда я сюда приехал, поляризация была по поводу того, что разрешить ли там, скажем, нетрадиционным там меньшинством в армии служить, да? И это тоже была такая поляризация страшное дело, там по телевизору, дебаты там и так далее. Сейчас уже никого не волнуйся, служи на здоровье там. То сейчас вот они просто не слышат, но они тогда разговаривали. Они разговаривали, было общение такое, вот сейчас нет. И вот я вас слушаю, я говорю, минуточку, так мы вообще сейчас все в депрессии, как общество оказывается. Потому что нам, вот мы с вами вот тут сидим и все, вот мы вот тут. Ну вот не прямо там, но вот в этом расстоянии. Да, 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 да. Вот немножко на полметра мы вышли. Поэтому я работаю переводчиком, переводчиком психологическим. Собственно говоря, отвечая на вопрос, как же помочь человеку выходить из этого преддепрессивного состояния. Если я могу сделать какой-то микроперевод вот того, что с ним происходит для ближайшего человека, для близкого, и наоборот, этого ближайшего человека, близкого перевести сюда. Мы же понимаем, что самыми близкими людьми мы часто бываем самыми непонимаемыми, самыми болезненно непонимаемыми. И у каждого своя боль, у каждого свой внутренний ор, и время от времени мы еще пытаемся прорваться и докричаться, и проорать. Ну услышь ты меня! А она не слышит, а он не слышит. И это орут все. Жена орет мужу, муж орет жене, подросток орет родителям, родители орут подростку. Каждый орет аж в чем-то своем, глубинном, а его не слышат. И вот это они еще... Они не хотят слышать. Да, они не умеют. Они умеют. Они не умеют. И когда люди орут, они еще не в депрессии. Но это вот тот ор, который говорит, я еще живой. А когда он снова и снова и снова упирается в то, что когда он орет, о самом важном, о самом глубоком, а его не слышат, причем не слышат именно те люди, которые самые близкие, к которому крик обращен, вот тогда в конечном счете у него сила кончается, и он начинает замыкаться. Он уходит в себя. Я понял. То есть пока народ выходит на демонстрации, он еще живой. Ну конечно. А когда он перестает ходить на выборы, тогда уже все. Ну разумеется, да, конечно, конечно, конечно. И когда я работаю переводчиком, и когда я начинаю вот эти языки, я просто озвучиваю вот этот внутренний язык сначала для самого человека. Вот он ко мне пришел, и я нащупываю, и начинаю ему что-то говорить, он говорит, ух ты, я сам себя начал понимать. Но если он начал сам себя понимать, я могу сделать следующее усилие, и сделать его чуть более понятным для его жены. А его жену тоже могу сделать понятной для него, только после того, как она сама себя начала понимать. Вот я вначале делаю вот эти операции по увеличению понимания самих себя, и по обретению языка, и тогда мы уже язык можем устраивать. Вот тогда вот я вас слушаю, и так у меня сначала мысль была такая, что вот мы сейчас такое видео сделаем, где народ, который движется куда-то не в ту сторону, вот, он как-то скажет, ой, я не туда движусь, надо как-то вот тебе, значит, ну, какое-то направление, чтобы туда дальше не двигаться, а может быть даже оттуда уйти. А вас, я слушаю, получается, что сам человек не может, он должен идти к специалисту, причем отличить специалиста от неспециалиста, он тоже не может, значит, и чего? То есть, что человек может сам сделать? Нет, ну, сам он может только понимать, насколько все это сложно, вот если он понимает вот эту нашу тотальную безязыкость, и он понимает, что никто ни в чем не виноват, и он думает, он может сам себе поставить вопрос, хорошо, я сам могу, если я понимаю, что на самом деле вот в этом оре взаимном, мы еще живые, мы об этом кричим, но мы не можем к себе прорваться, стоп, могу ли я остановиться и научиться говорить о своих чувствах, о своих переживаниях, прежде всего, самому себе? Это очень сложно. Это безумно сложно. И одна из вещей, которые я практикую на своих тренингах, когда я работаю, там, скажем, с людьми, вот с людьми, я, например, практикую такую вещь, которую я называю тренинг ахинейского письма, ахинейского, такого безумного письма. Письма, в котором, я даю, вот, можно ли я источник? Да, конечно. Можно ручку какую-нибудь найти, а вот ручки не найдется в нашем компьютерном мире, ну, можно даже маркер вот тот. Давайте. И эта штуковина, которую я изобрел достаточно давно, и она невероятно эффективная, на самом деле. Я предлагаю, по внешнему рисунку, это абсолютно какая-то дурь. Я говорю, вот смотри, ты должен, во-первых, твоя задача написать что-то на листе, о чем ты заранее даже вообще не подумал. А как это возможно? Я же сразу начинаю думать. А вот так, ты пишешь первое попавшееся слово. К этому слову надо, главное, писать очень-очень быстро. Чтобы соображать не успевать. Да, 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 чтобы не успевать соображать. Отключить мозги. Но при этом слова должны как-то синтаксически согласовываться. Это должно приварять... То есть я пишу какое-то первое попавшееся слово. И вот тогда я пишу... По-русски? Да. Это он может. Так это у вас предложение целое? Да, конечно. А можно так по памяти? Ну так, вот смотри, я сейчас начинаю. Усталые, но довольные туристы возвращались домой. А нет, уже нет, потому что на самом деле вы говорите готовую фразу. Да. Она уже готовая. А мне очень важно, что у меня появляется первое слово, и я не знаю, какое будет второе. Я пишу второе слово, и не знаю, какое будет следующее. Мне очень важно, чтобы... Ну, то есть нельзя, чтобы была цельная фраза? Нет, она не... Но я при этом удерживаю, что она цельная. Вот хитрость такая... А если я следующего не знал? А оно появляется. Вот понимаете? А я понял. Человек на самом деле синтаксическое существо. Человек думает не отдельными словами. И фразами... А именно вот какими-то... Мозами. Ну, конечно же, конечно же. И предложение, синтаксическая конструкция, она всегда не появляется. И поэтому, когда я начинаю вот это, я не знаю, чем это закончится. А область какой-то должен же? Нет. Или он по ходу делал? Вот, в том-то все и дело. Я не придумываю никакое... Я ничего не воплощаю. Я понял. Я должен пойти за этим текстом. И тогда, когда я сделал по-настоящему, я могу исписать много-много-много строчек. Я читаю и говорю, боже мой, это я написал. И это про что? Многие поэты так работают. Я смотрю на это. Надо же, я это... Но самое интересное заключается в том, что в такой фигне, в этом ахинействе, вдруг я начинаю снимать какие-то свои внутренние зажимы. Я очень часто не могу разговаривать с собой внутренним, потому что у меня огромное количество вот этих страхов, зажимов и неких стереотипов, с помощью которых я постоянно себя фильтрую. Разумеется, прорываемся к себе. Ну, разумеется. Мне очень важно разрушить систему этих фильтров. Да. Фильтры, в которые постоянно... Мы находимся под глыбами собственных фильтров. И поэтому, когда, наконец, мы пытаемся сказать о чем-то очень важном в себе, а... А род без языка, он не может ничего сказать. Потому что все в фильтрах. Мы знаем, как правильно. И мы, начиная вместо того, чтобы говорить об этой внутренней там боли, без всяких фильтров и таскивать ее адекватно, мы говорим какими-то общими фразами, которые нас обманывают окружающие. То есть вам не так важно, что он напишет, а вам важно, чтобы он через это пробрал в себе. Миша, ну разумеется.